1 мая губернатор края будет подводить итоги объявленного на Кубани двухмесячника по наведению санитарного порядка в муниципалитетах. Сможет ли наш район доложить об отсутствии стихийных свалок и чистоте территорий? Этот вопрос стал основным на очередном аппаратном совещании в районной администрации. По мнению главы района, назвать Белореченск самым чистым и благоустроенным сегодня весьма сложно. «Отсутствует система нашего контроля, административного контроля за теми людьми, которые выбрасывают мусор. Если мы ежедневно не убираем вдоль дороги, она начинает превращаться в мусорную свалку. Это территория. Количество договоров на вывоз мусора не увеличивается». Экономические трудности – не основания для того, чтобы выбрасывать мусор в лесополосы, на обочины дорог, в малые реки. «Мы с вами не можем говорить о развитии территории, потому что мы не научились ежедневно поддерживать санитарный порядок вокруг себя». В преддверии майских праздников надлежит навести порядок на кладбищах и мемориалах, установленных в память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны. Главам поселения были даны новые поручения – внести коррективы в организацию работы по поддержанию санитарного порядка в населённых пунктах, ликвидации свалок, заключению с жителями договоров на вывоз мусора, выявлению лиц, которые выбрасывают мусор, вывозят транспортом в зелёные зоны. «Привлекать их к административной ответственности, придавать публично гласности эти фамилии, имена, отчества». В районе должна появиться муниципальная программа по раздельному складированию бытовых отходов, и нужно к этому приучать белореченцев. В течение месяца в Белореченске пройдёт ряд мероприятий общероссийского масштаба, и хотелось бы оставить у гостей благоприятное впечатление от нашего города. Отдельно глава района коснулся вопросов благоустройства городской территории. Строительство новой остановки по улице Ленина вызвало много жалоб со стороны жителей. Иван Имгрунт ещё раз напомнил своим подчинённым о необходимости уважительно относиться к мнению граждан и прислушиваться к замечаниям, в том числе касающимся архитектуры. «Внешне изменить облик города не только по количеству торговых площадей, но если даже мы строим новые торговые площади, это должно быть красиво». Подготовка к майским праздникам в первую очередь ко Дню Победы должна вестись активнее. Необходимо отремонтировать памятники, установленные на территории района, обратить особое внимание на обращения и просьбы ветеранов войны и тружеников тыла. В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы. Работа управляющих компаний, учреждений социальной сферы, коммунальных служб. Заслушана информация руководителя Центра занятости населения. На сегодняшний день на учёте службы занятости населения состоит 469 безработных. Уровень безработицы составляет 0,8%. «Каждому второму даётся трудоустройство». Наталья Пугачёва, Сергей Севастьянов. События и люди.